Вы вообще имеете право нам говорить? Пока еще ничего не подписали, но в принципе... Тогда если не подписали, скажите, что обсуждалось после того, как двери переписали? Это только начальная часть заседания. Были фактически обсуждены, какие вопросы будут обсуждаться в следующих заседаниях. Это общая знакомая тема, то есть это имеется в виду коррупция, кража миллиарда, неэффективность некоторых учреждений, рубка леса, опять-таки, тоже у нас большая проблема. Около 15 разных вопросов были подняты, например, как я, случай с аэропортом, промывание денег из России и так далее, и так далее. Это был озвучен общий список тем для будущих заседаний или сегодня что-то конкретное? Для будущих заседаний. Когда следующее заседание состоится? Будет объявлено. И каждое заседание будет иметь конкретную повестку? Скорее всего. То есть мы, соответственно, получим материалы и будем работать по данной подвеске. Но не прежде чем, конечно, будут заведены все юридические нормы. Поскольку вы пока еще ничего не подписывали, я имею право задавать вопросы, и вы имеете право пока отвечать. В дискурсе госпожи Санду была заметна критика в адрес целого ряда государственных структур. Представители этих структур, которые присутствовали на заседании Совета безопасности, или имели возможность ответить, или это так осталось монологом? Нет, конечно. То есть я думаю, что было довольно-таки конструктивно, была поставлена карта на стол. Естественно, все эти темы нужно обсуждать, нужно решать. И я думаю, что народ ждет этого. Ничего нового, опять-таки, из этих проблем, которые были высказаны, нет. Это давно давние больные проблемы Республики Молдова, поэтому все это нужно решать. Но на самом заседании, уже за закрытыми дверями, чувствовалось противостояние между президентом, я имею в виду президента как институт, и остальными представителями государственных структур, я имею в виду тех, которые являются членами Совета Динофичев из офиса, правильно так говорят, из офиса. Я не говорю сейчас про новых членов Совета Безопасности, а председатель комиссии по безопасности парламентской, министр обороны, министр МВД, глава СИБА, генеральный прокурор и глава Нацбанка. Это члены, которые остались из офиса. Чувствовалось какое-то противостояние, или все-таки это конструктивный диалог? Атмосфера? Какая была там атмосфера? Ну, я думаю, что атмосфера не фактически та же самая, которую вы сейчас услышали при интервью, которые были выданы, то есть, естественно, каждый постарался объяснять некоторые моменты из своей деятельности, определенные шаги, которые были сделаны, но, в принципе, я думаю, что обсуждения, основные обсуждения будут, когда конкретные темы будут обсуждаться. КОНЕЦ